Всем привет! Меня зовут Лена, это канал Милена Вяжет. Добро пожаловать! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую вот шапку, мужскую шапку. Давайте я сейчас быстро расскажу вам про расчеты, про пряжу и будем приступать. Первое. Эту шапочку я вязала из пряжи Drop Slim. Новую шапку я буду вязать из пряжи Lanagross Alpaca Merino 100. Вы можете использовать любую понравившуюся вам пряжу, подходящую по метражу 100 метров на 50 грамм и плюс-минус подходящую по составу, потому что меринос, конечно, потяжелее. Если вы возьмете 100% меринос, смотрите, чтобы в составе была альпака. Спицы я использовала 3,75. Плотность моего вязания на 10 см это 17,5 петель и 6,25 ряда. На сантиметр, соответственно, выходит вот. Я все написала, можете сделать скрин, чтобы у вас сохранилось. Раппорт узора здесь идет 6 петель на 4 ряда. И мы вяжем с вами лицевые и изнаночные, здесь они обозначены. И в каждом четвертом ряду делаю обмотку лицевых петель. То есть, по сути, мы с вами вяжем резинку 3х3 и в каждом четвертом ряду делаем обмотку. И за счет этого шапочка получается очень-очень эластичная. Поэтому, в принципе, шапку, которую я вязала из дропслима, подойдет на размер 56-58. 100%, но также она подойдет на размеры 60, но она будет сидеть уже более натянутой. Вот этот узор будет сильно растягиваться, поэтому я решила связать шапочку побольше. На шапку размера 56-58 я набирала 96 петель плюс 1 петля для соединения в круг. На шапку 58-60 см мы будем с вами сейчас набирать 102 петли плюс 1 петля для соединения в круг. Для головы больше 60 см вы можете добавить еще один раппорт узора, он у нас идет из 6 петель. И здесь получится, мы тогда с вами наберем 108 петель и прибавим еще одну петлю для соединения в круг. Давайте скорее приступать. У меня спица 3,75 от Чаагу и леску я взяла 35 см. Набираю обычным классическим набором длинный хвост вот таким способом. Мне нужно набрать 102 петли плюс 1 петля для соединения в круг. Я набрала 103 петли. Теперь мы с вами должны соединить вязание в круг. Я переснимаю с правой спицы на левую петлю, которая была набрана первой. И теперь я должна протянуть через эту петлю последнюю нашу петлю. Немножко неудобно, потому что первый наборный ряд и он достаточно такой туговатый. Смотрите, чтобы ниточка не расслаивалась. Аккуратненько подцепляйте все, чтобы потом не было никаких проблем. Надела и возвращаю обратно на нашу спицу. И теперь мы соединили с вами вязание. Теперь я могу пометить маркером начало ряда. И мы должны с вами провязать 25 рядов резинкой 1 на 1. Я вяжу не скрещенной, просто вот так начинаю вязать лицевую, изнаночную. Смотрите, чтобы петли не были развернутыми, скрученными, чтобы все было ровненько. И вяжу по кругу просто резинкой 1 на 1 25 рядов. Через 25 рядов с вами встретимся. Я провязала резиночку 1 на 1. В итоге я провязала не 25, а 29 рядов. Если вы хотите подворотик, как на предыдущей шапке, то там у меня провязаны 25 рядов резинки. Если же вы хотите подлиннее, это уже чисто дело вкуса. Можете провязать удобное любое вам количество. И далее мы с вами переходим на резинку 3 на 3. Давайте сейчас еще раз покажу вам рапорт узора. Смотрите, здесь у нас идет 1 ряд лицевые и изнаночные, второй ряд лицевые и изнаночные, третий ряд лицевые и изнаночные. И в четвертом ряду у нас идет перехлест. То есть мы сейчас с вами должны провязать резинку 3 на 3, 3 ряда. Вяжу 3 лицевые, 3 изнаночные. Внимательно смотрите в первом ряду за тем, чтобы петли не перекручивались. Потому что у нас тут расположено, если мы вяжем с изнаночной петлей, то мы вяжем за заднюю стеночку. Если лицевую петлю, то мы вяжем за переднюю стеночку. И то же самое в лицевой. Лицевую за лицевую, а изнаночная, в предыдущем ряду, которая была изнаночная, мы ее вяжем за заднюю стеночку, чтобы у нас петля не была перекручена. Вяжем так 3 ряда и встречаемся. После того, как провязали мы резинкой 3 на 3, 3 ряда, нам понадобится с вами дополнительная спица. У меня вот такая вот спица для кос. Она чуть-чуть меньше размером, чем основной размер спицы, которыми я вяжу. Но в принципе это не принципиально. Переснимаем 3 лицевые петли на дополнительную спицу. И делаем обвитие рабочей нитью вокруг 3 лицевых петель 2 раза. Почему 2? Потому что если мы будем обвивать 1 раз, то у нас просто-напросто расслабится вот это вот обвитие. Оно будет просто полосочкой. Двойное оно более крепкое и более хорошо стягивает. Далее мы с вами вяжем просто 3 изнаночные петли. Давайте еще раз покажу. Переснимаем лицевые петли на дополнительную спицу. Двойное обвитие вокруг 3 лицевых петель. И все переснимаем на правую спицу. Не провязывая. И далее вяжу 3 изнаночные петли. Вяжем этот ряд до конца. И встретимся с вами. Я покажу как провязывать вот эти вот лицевые петли после обвития. Я провязала первый ряд с обвитием наших лицевых петель. Теперь, когда я провязываю лицевые петли, не забываем, что у нас их тут 3. Случайно не подцепите лишние. То есть мы должны с вами провязать по рисунку одну лицевую петлю, вторую лицевую петлю и третью лицевую петлю. Я их провязываю за переднюю стеночку. Дальше вяжу 3 изнаночные. Ну то есть мы с вами просто-напросто переходим на резинку 3 на 3. Здесь видите, они прям сжаты друг с другом из-за того, что у нас здесь есть обвитие. И я опять же провязываю, да, ищу первую петлю, ищу вторую петлю и еще третью петлю и провязываю все это за переднюю стеночку. Все, теперь мы с вами встретимся через 32 ряда, считая с первого ряда, да, то есть первый ряд у нас был, где у нас началась резинка 3 на 3. То есть мы с вами сейчас провязали 4 ряда и вяжем пятый. Соответственно, нужно провязать всего 32 ряда, и через 32 мы с вами встретимся, там мы начнем делать убавки. Провязала я 32 ряда нашего узора. Это выглядит сейчас вот так вот. Я уже сделала отворотик. А имейте в виду, что резинка у нас вытянется, и сам узор тоже потянется в длину, так как он связан резинкой. Поэтому шапочка чуть-чуть увеличится в размерах. Связала 32 ряда, далее я провязываю лицевыми петлями, как вязала по узору. А теперь на рапорт мы должны убавить одну изнаночную петлю. Я делаю убавку первых двух изнаночных петель за заднюю стеночку, чтобы петли не перекручивались. Вот так вот. И все это подтягиваю. Вторую изнаночную провязываю. Дальше, чтобы у нас узор не смещался, я буду делать убавку не в первых изнаночных петлях. А наоборот, во вторых изнаночных петлях я провязываю по узору лицевую, лицевую, лицевую. Дальше изнаночную я провязываю. И теперь я делаю убавку двух изнаночных петель. Все, подтягиваю, чтобы никаких дырочек не было. Дальше лицевые провязываю по узору. И далее я убавку делаю в начале. Сначала делаю убавку двух изнаночных. Здесь немножко неудобно, потому что у нас этот ряд был с перехлёстом, и ниточки стянутые. Подтягиваю. И далее изнаночную провязываю просто изнаночной. Три лицевые по узору. И теперь я делаю убавку в конце. Две изнаночные. Убавляю. Далее. Три лицевые по узору. Теперь изнаночные убавляю в начале. То есть я просто каждый раз меняю убавление изнаночных и делаю его либо в начале рапорта, либо в конце. То есть смещая либо в одну сторону, либо в другую. Из-за этого наш узор не будет никуда смещаться и будет незаметно. То есть у нас шапочка будет стянута ровно к серединке. Далее я вяжу три лицевые. Теперь я провязываю изнаночную и делаю убавку в конце. Я думаю принцип вязания понятен. Сейчас мы с вами вяжем так до конца ряда и дальше встретимся. Я провязала полностью ряд субавка. Миндалия мы с вами просто вяжем по узору три ряда. Только единственное изменение будет в том, что у нас с вами вместо трех изнаночных теперь будут две изнаночные. Давайте я начну провязывать вместе с вами. Три лицевые, две изнаночные. Следим за тем, чтобы петли у нас не были перекрученными, как и всегда. Две изнаночные. Соблюдая узор, соблюдая перехлёст, все что у нас должно быть. Это у нас с вами получается второй ряд нашего узора. Делаем перехлёст и после перехлёста мы с вами встретимся. Я провязала три ряда по рисунку, сделала обвитие и сейчас у нас с вами должна быть убавка одной петли лицевой. Так как у нас в предыдущем ряду было обвитие, у нас петли идут изначально стянуты, поэтому мы можем не думать о том, где убавляем в начале ряда или в конце. Это не принципиально, это видно не будет. Я буду убавлять первые две петли. И сейчас я заменяю леску, потому что становится уже не очень удобно вязать. У меня также спица чиагу, леска чиагу, 93 см, потому что я буду вязать способом magic loop. И переходим с вами к убавкам. Я провязываю две петли вместе лицевые и далее провязываю одну петлю лицевой, потом две изнаночные. И опять две петли вместе. Здесь внимательно смотрите, чтобы не подцепить лишние ниточки, чтобы они у нас не расслаивались. Две вместе, одну лицевую. Далее две изнаночные. Покажу последний раз. Две петли вместе за переднюю стеночку. И далее провязываю еще одну лицевую, также за переднюю стеночку. После этого две изнаночные петли. И вяжем таким способом до конца ряда. Провязала полностью ряд. И теперь мы с вами вяжем два ряда по узору. Только у нас произошли еще одни изменения. Мы с вами теперь вяжем не три лицевые, а две лицевые. Так как в предыдущем ряду мы убавили одну. И у нас получается рапорт две лицевые, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. Следим за тем, чтобы петли не перекручивались, как всегда. Два ряда вяжем и встречаемся. Будем делать с вами еще убавочки. Провязала я ряд до убавок. Теперь мы с вами делаем перехлёст, потому что по узору у нас здесь идет перехлёст в лицевых петлях. Снимаем две петли и делаем двойное обвитие этих двух петель. И переснимаем их на правую спицу. Далее. В изнаночных петлях мы с вами делаем убавку. У нас с вами здесь идет просто две изнаночные петли. Мы их превращаем в одну петлю. За задние стеночки, чтобы они у нас не были перекрученными, мы их убавляем. Этот ряд получается достаточно сложный, потому что и перехлёст, и убавки. Но тут уже не так много петель осталось, поэтому думаю, все справятся. Ничего сложного здесь нет. Обвитие. И еще обвитие. И немножко неудобно показывать, чтобы на камеру это было видно. Поэтому получается немного кривовато. Пересняли на правую спицу. И далее две изнаночные убавляем за заднюю стеночку. Так вяжем до конца ряда. И встречаемся. Провязала я ряд с убавками. Сейчас это выглядит вот так. Далее с вами вяжем просто ряд по узору. У нас идёт две лицевые. И одна изнаночная. Так как в предыдущем ряду мы убавили изнаночную петлю. Опять две лицевые. Провязываю всё, как всегда, за переднюю стеночку. Лицевые за переднюю, изнаночные за заднюю. Две лицевые. Одна изнаночная. Две лицевые. Одна изнаночная. Теперь смотрите. Здесь у нас косичка может быть немного неравномерной. Вы можете подтянуть все вот эти лепесточки, чтобы они у нас были более ровные. И таким способом мы вяжем с вами до конца ряда. Две лицевые, одна изнаночная. И встретимся. И мы перешли с вами к последнему ряду перед закрытием. Теперь мы должны убавить лицевые петли. Я провязываю за переднюю стеночку две лицевые вместе. И одну изнаночную. То есть я просто вяжу резинку один на один. Перехожу на вязание резинки один на один. Одну лицевую, одну изнаночную. одну лицевую за переднюю стеночку одну изнаночную за заднюю лицевую да одну лицевой это я провязываю две лицевые вместе то есть делаю убавку одной лицевой одну изнаночную лицевую и изнаночную таким способом я вяжу до конца ряда провязала я последний ряд теперь нам нужно обрезать нить я обрезаю приблизительно сантиметров 20 чтобы я могла стянуть потом спрятать кончик далее надеваю эту нить в иголочку у меня пластмассовая иголка пользуюсь ею и просто переснимаю все петли на иглу протягиваю пока не затягиваю затягивать буду в конце или снимаю аккуратненько также подцепляю полностью петлю до чтобы у нас ниточка не расслаивалась делаю так до конца ряда пока на спицах не закончатся петли убираю спицы в сторону они нам больше не понадобятся у нас получилось что у нас вот такая вот дырочка макушечка и теперь мы ее аккуратненько чтобы ниточка не порвалась но очень хорошо туго затягиваем до чтобы дырочки вот здесь вот сверху не было и у нас получилась такая макушечка очень аккуратно красиво стянута похоже на ананасик мне так кажется затянула продеваю иголочку внутрь данную изнаночную сторону выворачиваю шапочку здесь все еще разочек хорошо подтягиваю делаю узелочек продеваю через две петли не ровно продела продеваю через петлю не важно какую да просто чтобы близко было с местом куда мы вставили иглу и завязываю узелок хорошо его подтягиваю на этом наша шапочка готова я надеюсь этот мастер-класс вам понравился если это так ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать следующие ролики дальше будет много интересного я обещаю всем спасибо за просмотр до скорых встреч